Всем привет! Сегодня я хочу рассказать еще об одном своем доме под условным названием «Усадьба Завидная». Территория у нас в 32 сотке, само здание около 600 метров, плюс-минус. Можем начать разговор об общей композиции здания. Вы увидите, что перепад рельефа у нас достаточно значительный, и, соответственно, это повлияло в том числе и на компоновку здания. Изначально я хотел расположить здание в самом верхнем углу участка, но получилось так, что самый хороший вид открывался ровно с противоположной стороны, и мне пришлось спуститься вниз по территории. И те идеи, которые обычно я пытаюсь разыграть на таком ярко выраженном рельефе, здесь реализовать не получилось. То есть здание еще имеет цокольный этаж, и вот потому что я спустился вниз, я не смог дать туда свет. Но это помогло мне развязаться на трех частях сооружения, которые, собственно говоря, вы сейчас можете посмотреть. Вот слева от меня это служебное помещение и гараж, который находится в самой нижней части нашей территории. Дальше службы и основную часть здания у нас связывает жилой блок, это детские спальни. Соответственно, здание у нас состоит из трех частей, что, в общем, правильно и всегда хорошо для общей композиции. На самом деле, как мне кажется, этот дом гораздо ярче, чем хотел изначально заказчик. Что такого я увидел в этих очень основательных и спокойных людях, я не знаю. Но, тем не менее, когда мы стали обсуждать проект, прорисовывать его первые наброски, я понял, что мы все-таки уходим в такую очень динамичную, очень яркую компоновку. Ну, это видно по зданию. Те же V-образные колонны, которые поддерживают наш вылешенный спальный блок, это очень резкая форма. Не каждый человек на это согласится. Тем не менее, эта идея понравилась, она была утверждена и она была реализована. То же самое это касается кровли над основным зданием. Видите, как она напоминает крыло или парус, но только горизонтально расположенный. То есть, вот в этом здании слилось две тематики. Ощущение полета и ощущение яхты, рассекающей океанский простор. Откуда образ взялся? Не знаю. Общение с заказчиком. Вот только это. Проект этого дома мы с заказчиком играли по-много. У него были какие-то свои мысли о полете, наверное, у меня свои мысли о том же. И, собственно говоря, вот наш поиск и наше общение слились в то, что вы видите. И, собственно говоря, с помощью очень простых приемов, как мне кажется, мне удалось создать из такой очень лапидарной схемы функциональные, да, ну, вот три объема, три кубика, любой ребенок их может собрать. Тем не менее, как мне кажется, на первый взгляд здание оставляет ощущение довольно сложной композиции, хотя ее здесь нет. А использованы просто ряд довольно простых приемов. Также кровля, которая вынесена далеко вперед, это не функциональный элемент. Территория, площадка под ней, это площадка для брибекю. Понятно, что в ветреную погоду эта кровля нас от дождя не закроет, но, тем не менее, она собирает и держит здание. Создает его лицо, скажем так. Это вот главная часть этого дома. Тот самый очаг, который я всегда пытаюсь найти на участке. Из мелких приемов, вот видите, как крыша эта летит. Как это сделано? Очень просто. Ряд окон, которые под ней находятся, дают нам ощущение легкости, воздушности, того, что этот элемент никак не опирается на здание. Хотя, естественно, за окнами там есть частый-частый ряд колонн тонких, но, тем не менее, они есть как опорные элементы. А дальше уже игра с очень простыми формами. Эркер над гостиной, который мы видим, который работает и галереей, и балконом в том числе, который объединен с кровлей одним материалом. То есть мы на фасад здесь вытащили просто кровельное железо. Вот как в одном из моих прошлых проектов, которые вы видели, здесь тот же самый прием, только здесь использована не медь, а ровно то же самое кровельное железо, что и на крыше. Плюс два материала в отделке стен. Это два типа камня. Белый известняк, совершенно спокойный и простой. И кварцит в перемешку со сланцем, который, как ни странно, за время, пока он постоял на фасадах, стал чуть более контрастным, чем в тот момент, когда мы его выбирали. По мне это не очень хорошо, но жизнь есть жизнь, природа берет свое. Обычно камень садится и становится более ровным. В нашем случае он проявил контраст. Видимо, белые крапления стали чуть-чуть ярче, чем они были изначально. Что касается окон, как всегда, люблю большое количество панорамных окон, потому что интерьер и экстерьер должны быть связаны. И, находясь внутри, я не должен чувствовать себя в клетке, а должен взаимодействовать с территорией, с природой. Несколько слов о деталях этого здания. Как вы, может быть, заметили, достаточно простая форма, тем не менее, создает ощущение легкости и прозрачности. Как мне это удалось добиться? Секрет простой. Те элементы в отделке, которые мы используем, я старался сделать детально, самоштабными человеку. То есть, и немножечко, даже чуть меньше по восприятию. Вот рейка на потолке. Можно было бы использовать доску и 90 мм толщиной, и 150 и больше, и, может быть, проще было бы крепить, но не было бы такого ощущения легкости и воздушности. Тоже самое размер с ланцем на стенах, которым мы имеем доступ, который мы можем потрогать руками. Можно было бы использовать и более крупные плиты, но тогда вот это вот ощущение тактильности, оно было бы совсем другим. Поэтому чем меньше предмет, чем проще его охватить и взглядом, и даже рукой, тем приятнее он для восприятия человека. Вот если бы вы бывали в Голландии, то обратили внимание, что в старых городах у них практически все здания построены из кирпича, мерность которого чуть-чуть отличается от нашего стандартного. он чуть-чуть тоньше, чуть-чуть короче. И вот из-за этого возникает очень четкое ощущение, что дома гораздо меньше, чем они есть, что стена приглашает себя потрогать. И вот это ощущение мне всегда очень хочется попытаться создать при условии, что это будет соответствовать образу. То же самое и здесь. При общей композиции, в которой я пытался создать ощущение полета, которое противоречит немножко общей структуре здания, функциональной, такой очень простой и грузной, мне пришлось это разбавлять очень мелкими деталями. Мне кажется, получилось. Ну, смотрите сами. Теперь немного о функциональной структуре здания и о его конструкциях. В этом доме есть цокольный этаж. Как я сказал в самом начале, к сожалению, здесь не получилось помещение, которое эксплуатируется хозяевами в цокольном этаже. А это спортзал и небольшой спа-комплекс, ну, то есть совсем крошечный. Это фактически баня мыльная и помещение с купелью. Можно было бы пустить туда свет, если бы удалось переместить здание вот в тот верхний угол. Тогда у меня эти помещения, они бы по рельефу, естественно, вышли на улицу. Но поскольку самый хороший вид был у нас совершенно с другой диагонали, то мне здание пришлось сдвинуть немножко туда, чтобы открыть из всех жилых окон перспективу. Ну, фактически это у нас будет юго-запад, наверное. И самый хороший вид, где мы, очевидно, не видим ни одного строения, только лес. Это идеальная ситуация. При этом мы потеряли возможность дать свет в цокольный этаж. Он здесь есть. Там находятся кладовые в большом количестве и вот тот самый спортзал и спа-комплексы, о которых я сказал. Из общих вопросов, нужен ли цоколь в доме вообще или нет, здесь, смотрите, конечно, лучше, когда он есть. Почему? Потому что общая стоимость строительства за квадратный метр при этом снижается. У вас на одном фундаменте стоит больший объем здания. Поэтому самые дорогие здания, стройки, одноэтажные, без подвала. Плюс в загородных домах, в усадьбах такого плана есть всегда очень большой дефицит вспомогательных помещений. Это кладовые, это постирочные, это котельные, это необходимая мастерская. Здесь мне это удалось вывести в отдельное сооружение, на первом этаже, котельную в том числе. А иногда этого не получается. Участок может не позволять, ну, либо общая концепция здания этого не позволяет. Тогда, если у вас есть цоколь, вы имеете запас по этим вспомогательным помещениям. Теперь несколько слов о конструкции здания. Ну, в моей практике это, в общем, можно считать традиционными материалами. Это облегченная колодцевая кладка, утепленная, энергоэффективная. Что это значит? 250 изнутри. Это щелевой кирпич, потом утепление, 140 мм. И полнотелый кирпич, это наружная линия кладки. Почему полнотелый? Потому что на него гораздо проще крепить отделку. Будь это камень, будь это навесной фасад, будь вот такая фальцевая крога, которая требует крепежа каркаса. Вот об этом не забывайте. Нельзя ни в коем случае использовать на здании щелевой, либо паризованный кирпич, как внешний элемент. Это очень усложняет жизнь потом в работе строителем и архитектором. Любой анкер, который нам нужно будет забивать в эту легкую, очень теплую стену, будет стоить очень и очень дорого. Плюс будут большие сравнения в несущей способности этой стены именно по отношению к фасаду. Поскольку основные несущие элементы в этом здании и практически во всех моих, это элементы железобетонного каркаса. То есть на стены мы практически нигде не опираемся. То есть стена самая несущая. Ее основная задача – хранить тепло в доме. Пару слов о кровлях в этом здании. Основной объем здесь закрыт – это плоская кровля эксплуатируемая, как я люблю. Над хозблоком, над блоком спален. И часть, наверное, по площади процентов 30 – это фальцевая кровля металлическая. Почему фальцевая? Потому что это один из самых древних, точно так же, как кирпич, и самых надежных способов закрыть крышу на долгие-долгие годы и забыть о ее существовании. Потому что в правильных руках этот материал позволяет обеспечить полную гидроизоляцию. И опять же, при правильной конструкции кровля мы не слышим ни шума дождя. Ну и опять же, мы совершенно точно уверены в том, что у нас нигде ничего не будет протекать. Плюс, как мне кажется, это достаточно эффектный образ. Я могу его использовать не только наверху на крыше, но и на фасаде. Мне кажется, это все и объясняет. Очень хороший материал, очень благородный. Кровельное железо в правильных руках. Это гораздо более устойчивая схема, на самом деле, чем 4 отдельно стоящие колонны. Потому что треугольник, форма жесткая. Квадрат двигается, а это нет. То есть вот эта опора, она гораздо более жесткая, чем 4 отдельно стоящих столба. Поэтому технически это решение очень-очень правильное. Что касается ландшафта на территории усадьбы Завидное. На самом деле здесь все очень спокойно, все очень просто, без выпендрежа. То, что вы сейчас видите, конечно, это не финальная ситуация, потому что все деревья очень молодые. А ландшафт мы заканчивали в разгар второй волны экономического кризиса. Поэтому все, естественно, пытались войти в положение заказчика. Понять, что сразу все и все деньги потратить на растения невозможно. Поэтому здесь покупались не крупные меры, а растения на вырос. Поэтому на сегодняшний день то, что вы видите, это вот такой эскиз, намек на то, что будет дальше. Ну вот, надо будет немножко напрячься и как-то включить фантазию, для того, чтобы понять, что те же можжевельники, которые через 3-5 лет разрастутся, из них получится сплошной бордюр. Здесь, в принципе, делается все достаточно правильно. То есть не перенасыщена территория элементами и деталями. В возглядах с заказчиком мы здесь немножко разошлись. Я предпочитаю строгие ортогональные формы. Клиент хотел немножко смягчить образ, поэтому у нас появились две такие основные дуги на террасах, которые и формируют ландшафт. Это самое интересное, то, что очень легко. Вот чувствуете, да, по ощущениям? Территория, все, что здесь происходит, не давит. Ни дом, ни ландшафт. Что касается каких-то особых приемов, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Все аккуратно, спокойно, чисто. Здесь пытались прикрыть елочками нашу терраску барбекю, в том числе и от ветра. Ну, опять же, да, елки здесь сидят не больше двух лет, поэтому еще не достигли того размера, который планируется. Это будет через 3-4 года. Надеюсь, мы сюда еще приедем и посмотрим, как эта усадьба живет в своем окончательном виде и образе. Теперь немножко о планировке здания внутри. Начну с небольшого отступления. Иногда я в комментариях и к моим видео, и на страницах других каналов, которые я тоже отслеживаю, а в комментариях сквозит мысль, что те здания, которые проектирую я и архитекторы моего же класса, они, скажем так, избыточны, функциональны, что здравый, разумный человек никогда бы так себе не сделал. Господа, это огромное заблуждение. Поверьте, из личного опыта, из общения с моими заказчиками, которые строили себе дома и в полторы, и в две тысячи метров, и которые через 5 лет жизни в таком доме на встрече говорят, «Роман, огромное вам спасибо. Вы нам показали то, как может жить человек правильно, свободно, открыто и достойно». Здесь, в этом здании, нет ни одного лишнего квадратного метра. Все, что здесь спроектировано, работает на семью, на ее ощущения в этом доме. Это и огромная двусветная гостиная. Да, это не экономно. Второй свет – это не экономно. Но когда попадаешь в это помещение, в такое помещение, если тебе нравится много воздуха и много света, то лучшего варианта просто нет. Плюс мы получаем двойную связку по функции. Мы можем войти в дом через главный вход и по одной из лестниц попасть в спальный блок, где находятся спальни родителей и три детские. Либо по парадной лестнице, которая у нас является в том числе и одним из главных элементов интерьера, попасть на галерею, из которой тоже попадаем в спальный блок. Скажете, что это неудобно или это лишний элемент? Нет, поверьте. Это очень здорово. Это действительно очень удобно. Если я из спальни хочу спуститься на кухню, выпить чашку кофе, я не должен бежать 250 метров. Я могу это сделать здесь. Плюс это мне развязывает функционально личную жизнь каждого из членов семьи. Потому что если кто-то хочет незаметно уехать или приехать, не потревожив родителей, это можно сделать. Поэтому у каждого появляется своя автономность, какой-то свой мир, который может не пересекаться с жизнью семьи. И поверьте, в любой семье это очень важно. Я думаю, что по своему опыту вы это знаете, что если есть возможность уйти в свой угол и потеряться хотя бы на день, это очень и очень полезно. Что касается интерьера. Интерьер выполнен, наверное, достаточно редкий. К сожалению, в моей практике случаи, когда интерьер и экстерьер стыкуются по стилю очень плотно. Поэтому и дом, и интерьер получились тоже очень ровными, очень связанными друг с другом. Ну вот можно увидеть, что та же гостиная двусветная главный ее элемент – это свет, который падает в окнах. Это очень аккуратный, очень тонкий камин, который отделяет гостиную от столовой и кухни. То есть это связанные помещения, кухня, столовая и гостиная – это единое целое. Но в гостиной мы получаем этот столб воздуха и света, который тут же становится главным действующим лицом. Галерея в Эркере. Да, мы предполагали, что здесь будет еще появляться коллекция живописи потихоньку. Ну вот пока эта еще тема не развелась, но она будет. Но опять же, это личная жизнь хозяев, которые ее планируют, так как они это делают. Но можете обратить внимание, что все достаточно выполнено, опять же, без кричащих красок, без кричащих акцентов. Это можно увидеть и на примере прихожей, и гардероба, той же лестницы, спальни главной, и детских спален. То есть все очень-очень спокойно. Да, есть какие-то элементы, попытки ввести, скажем так, приемы архитектурные с фасадов внутрь, но тоже они не чрезмерные. Это определенная игра с деревянными потолками. Ну и, как мне всегда кажется, в моих домах очень большую роль играет, собственно говоря, архитектура здания. По мне, идеальный интерьер для моих зданий – это просто белые стены и потолки, и одинаковый ровный пол. Но я архитектор, я немножко живу по-другому. Я дом всегда обнимаю снаружи, пытаюсь его держать как бы внутри себя, оболакиваю. Дизайнер работает, наоборот, изнутри. Он собой заполняет помещение. И мы вот находимся на стыке. В заключение хотел бы попросить помощи у своих зрителей. Господа, если вам не сложно, напишите в комментариях, на какие детали проектов вам бы хотелось, чтобы я обращал больше внимания на отделку, на конструкцию стен, на планировочные решения, на интерьер. Мне действительно это важно, потому что я пытаюсь нащупать формат наиболее удобный и интересный для вас. Соответственно, сделать это можно только с обратной связью. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях любые вопросы. Я отвечаю обязательно на все. И буду вам безумно благодарен. На этом прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. До следующих встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok